Утро, господа, уважаемые трейдеры! Сегодня понедельник, раннее утро и я готовлю для вас видеоматериал с календарем, с предстоящими событиями. Вкратце, в течение нескольких минут мы разберем, что нас ждет на этой неделе. Ну вот, начнем с понедельника. Ничего особо интересного на этой, в понедельник точнее, не ждет нас, кроме американских заказов на товары длительного потребления. Это вот внизу, я спешить не буду. Начнем по порядку. По еврозоне, по Германии, точнее, индекс делового оптимизма, но не думаю, что он столь важен и все же Евробанк, Европейский Центральный Банк будет следить наверняка за этими данными. Сейчас все центральные банки, ну, основные в Британии, Великобритании, в еврозоне и США волнует именно макро-статистическая ситуация, данные по макро, потому что, как мы знаем, интриг особо никаких нет. Например, ФРС ставку 14 июня повысил и рынки не ждут до конца года каких-либо движений. То есть, ФРС, скорее всего, нацелится на выжидание, на изучение ситуации и только какие-то сильные изменения макро-статистические могут изменить ситуацию, повлиять на решение о повышении ставки до конца года, ну, допустим, два раза или один раз, но не в декабре, а раньше. ЕЦБ более предсказуем, скорее всего, будет, потому что той интриге, о которой мы говорили в предыдущих каких-то выпусках, в аналитике и на вебинарах по вторникам, той интриги уже нет. ЕЦБ четко дал знать, что не планирует каких-либо ястребинных движений, то есть повышение ставки, прогнозируемой аналитиками не совсем ближайшей, а в каком-то будущем, в конце года или в начале следующего года, не так быстро все, скорее всего, у ЕЦБ вот именно сейчас таких планов нет, поэтому интриг ни там, ни там, ни в Европе, ни в США на данный момент нет. Даже в Великобритании один голос всего в пользу повышения, и инфляция немного успокоилась, то есть всюду, по всем регионам центральные банки будут следить за макро-статистикой. Итак, на понедельник у нас макро-статистика, следующая, индекс IFO по Германии, заказан на товар длительного употребления по США, тут достаточно важно, вы знаете, это очень важный индикатор, он может, конечно, волатильно меняться вверх-вниз, падать и расти, но в целом этот индикатор отражает совокупный спрос, внутренний спрос, причем его самую важную часть, это не колбаса, соль, хлеб, да, это заказ на товары, срок потребления которых превышает 3 года, там, не знаю, от стиральной машины до какой-то серьезной бытовой техники. Так что ждем, ждем снижения, рынки ждут, точнее, снижения, посмотрим, как этот индикатор покажет себя, но при каком-то положительном росте в 2, в 3, в 4 процента, не удивляйтесь сильно, этот индикатор исторически достаточно волатилен, очень изменчив, вот не знаю, почему так ли быстро меняются аппетиты или планы американцев по покупке товаров длительного употребления, но вот факт остается фактом. Что у нас еще, векселя будут размещаться по США, вот видите, доходность двухлетних, 1,3% трехмесячных, 1% самый короткий срок трехмесячный и шестимесячные 1,12%. Выступления, нет, я не вижу выступления, вижу драги, резю драги будет, кстати, достаточно важно, ну, не запланированная такая, не заседание ЕЦБ, не пресс-конференция, я не знаю, в каком формате, но вот в понедельник вечером будет выступать драги, глава ЕЦБ, вторник, вот почему-то опять драги выступает, видимо, он ночью, с ночи на утро где-то в Азии будет выступать, или я не понимаю, почему драги выступает 20.30 в 11.00, но вот он выступает. Уильямс, членов федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС, отчет Банка Англии по финансовой стабильности, дальше аукцион, вот в Германии отрицательная доходность, немножко shift увеличу, отрицательная доходность по двухлетним бумагам, что еще у нас интересного, Redbook по США, ну, мало кого он сейчас волнует, а, ну, по недвижимости, пускай это не самая актуальная, не самая важная часть сейчас, да, в макроэкономике, но индекс кейса Шиллера, это индекс, отражающий цены на жилье, по-моему, в 20 городах крупнейших, вот, ожидается 5.9% в годовом исчислении, то есть ожидается, что цены на жилье выросли на 5.9, как и было в прошлый раз. Что еще у нас интересного, индекс доверия потребителей, ну, окей, можно глянуть, еще один член ФРС выступает, функционер, дальше векселя по США, пятилетки у них 1.8 доходность, четырехнедельные всего 0.85, это меньше, чем трехмесячные, кстати, это, да, месячные бумаги, ниже процента доходность, но это еще хорошо, в еврозоне она вообще отрицательная, как вы уже заметили. Еще один функционер ФРС, что у нас дальше интересное, что-нибудь будет у нас, это у нас тоже среда, да, у нас среда. Конечно же нефть, запасы нефти от EIA, в прошлый раз, вы помните, снижение было почти на 2.5 миллиона, рынке это не удивило, ожидания были примерно такие же, так что если такими темпами будут запасы снижаться, не особо бурными, не особо большими темпами, то дорога нефти, ну, или вниз, или где-то вот на месте она останется. Но если мы увидим рост запасов, то, я не знаю, медведи, возможно, просто получат еще один шанс, еще один бонус, и цены могут свалиться до ниже 42, вплоть до 40. Посмотрим, что будет. Последний раз запасы были, как вы видите, 2.5 миллиона снижения, до этого цифра менялась на 1.6 миллионов, если мне не изменяет память, да, именно так и было. Я увеличу шрифт. Что еще у нас ждет? Выступление, выступление, еще раз выступление. Ну, я думаю, все, на среду у нас ничего нет, неизвершенно дело, не важно. Семилетние облигации по США уже 2%, вот уже доходность превысила 2%. Четверг, индекс доверия от JFK, я не думаю, что он столь важен, чтобы 3 красные точки ставить. Цены на жилье в Британии, тоже не считаю, что важно. Деловое доверие в еврозоне. Вот уровень инфляции в Германии. Не знаю, почему отнесли. А, вот он все-таки выделен. В годовом числе 1.4 ждет рынок, то есть снижение инфляции с 1.7, по-моему. В прошлый раз был 1.5, но, по-моему, доходило до 1.7. Посмотрим. Вот это очень важно. Это достаточно важно для ЭЦБ. Драги следит за этой цифрой достаточно пристально, достаточно внимательно. Так что в итоге это определит, насколько далеко отодвинутся планы по вообще изменению ставок в еврозоне. Насколько далеко. Если мы увидим цифры 1.2, 1.3, 1.4, то можно сказать, что в Европе нет риска инфляции и повышать ставки вообще нет никакого смысла. Тем более, что скорее есть смысл их держать на низких уровнях. Ну а если мы увидим цифры 1.7 и 1.8 или еще выше, то, наверное, Драги задумается, все ли так хорошо. Дефлятор ВВП – это тоже инфляционный показатель. Как вы знаете, он отражает цены по всей экономике, на все товары. И он в квартальном измерении должен измениться, вырасти на 2.2%. Что еще мы видим? ВВП очень важно. ВВП по США 1.2. Да, слабый рост ожидают. Окончательный, кстати, файнал ВВП. Как всегда, в четверг заявки по безработице. Цена не настолько стабильна, что не думаю, что какое-то сильное изменение может быть. Ну а если будет, это уже сигнал. Видите, последние несколько месяцев вокруг 250-240. И минимум был в районе 227. Но это просто очень-очень мало. Такого не было. Долгие-долгие годы такого не было. Объем корпоративных прибыли. И, кстати, скоро приближается сезон отчетности. Будьте готовы, с первого числа, со следующей недели, начинают отчитываться компании в США. Выступление Булларда и Зафарес достаточно важно. В GFK не считаю важным. Япония. Вот целый уровень безработицы по Японии. Обратите внимание, 2.8%. 3.1 было буквально зимой. Сейчас 2.8. Это хорошо, экономика растет. Но 2.8 говорит о том, что в Японии не хватает просто рабочих рук. И вы понимаете, это не еврозона, куда можно привлечь и не штаты устроиться на работу в Японии иностранцу. Может быть, устроиться легко, но жить в Японии иностранцу не из Азии, тем более, достаточно сложно. Это очень такая мононациональная страна. Так что проблема безработицы или хорошая безработица, это, скорее всего, скоро будет уже проблемой. Инфляция. Почему-то нет прогноза. Есть базовый корр, индикатор 0,4%. Ну и, наконец, как швейцарский франк опустим. Наконец, безработица по Германии. Нет, не считаю нужным. ВВП Великобритании. Тут достаточно важно. Инфляция и ВВП в Британии после политических событий, после того, как случилось все, что случилось, выборы и так далее. Неожиданные результаты выборов. Очень важно следить за ВВП и инфляцией в Британии. Они уже показали какие-то интересные, да, вышли данные. Инфляция удивляла долгое время. Весь, по-моему, апрель, май она удивляла. Сейчас немного успокоилась. Но теперь посмотрим, как это отразилось на ВВП. Как вообще экономика себя чувствует. Кстати, ожидают роста до 2%. Это уже хорошо. По штатам я вижу, что ничего особо интересного. Ну, конечно, стандартный набор. Мичиган, Чикагский. Вот тут был дело активности в Чикаго. Ну и все. И, наконец, в воскресенье, в пятницу выйдут данные по буровым от Бекера. В этот раз было прибавление, напомню, на 8 вышек. До 758 выросло количество буровых. И, собственно, падение цен на нефть – это результат именно активного бурения в Штатах. Я всем вам желаю успешной и удачной недели, прибылей. Ставьте стоп-лоссы, будьте осторожны. Увидимся во вторник на вебинаре.